Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, эфир ДПС, в студии Анастасия Бойко. Смотрите сегодня выпуски. Пришлось продублировать вызов. Почему медики не приехали к беременной женщине в Чулыми? Приборы учета теперь не только на фурах. В пассажирском транспорте начнут массовую установку тахографов. Кипяток, электроплита, даже костер под машиной. Как отогреть авто и при этом не уничтожить транспорт? О бавариях, которые произошли за сутки, расскажем в ежедневной сводке. Водитель инкассаторской машины нарушил правила проезда пешеходного перехода, когда двигался по Владимировской на Саратовскую. Микроавтобус сбил женщину, которая находилась посередине проезжей части. Пострадавший серьезная травма головного мозга. Форестер и Лексус столкнулись на перекрестке в центре Новосибирска. Субару выезжал с советской. Водитель не успел среагировать на джип, который появился на пересечении улиц во время действия запрещающего сигнала светофора. Пострадавших нет, а машины разбиты. Медики на спецавтомобиле с маяками и звуковой сигнализацией направлялись на вызов к беременной. На перекрестке в автомобиль врезался Лексус, владелец которого поздно заметил карету скорой помощи. Водитель Шкоды не успел затормозить перед грузовиком во время подъема на эстакаду Буглинского моста. По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции до попутки. Вследствие ДТП в Ленинском районе образовалась многокилометровая пробка. Осинизаторский грузовичок и легковушка ехали в попутном направлении с Федосеева на Воинскую. Водитель Некси решил перестроиться в другой ряд, но не рассчитал расстояние до коммунальной техники. Легковушка получила вмятина на корпусе. Улица Станиславского, площади Труда, Ленина, Калинина и проспект Карла Маркса признали самыми опасными. На этих участках происходит наибольшее количество столкновений. Информацией поделились представители городского отдела ГИБДД. Кроме того, часто аварии бывают на перекрестках Немировича-Данченко, Мочищенском шоссе и Красном проспекте. Отмечу, в прошлом году на дорогах региона произошло больше 2500 ДТП. И хотя сейчас идет резкое снижение количества аварий, выросла тяжесть последствий. Пострадали дети, виноваты взрослые. О причинах ДТП с несовершеннолетними расскажет начальник ГИБДД города Новосибирска Евгений Маслюк. 60% это вина родителей. 60% это двинная доля. Это неправильная перевозка детей. Это мы обращали внимание на старшее поколение, когда у нас бабушки, дедушки, пренепрягая правила дорожного движения, просто тянут за собой детишек в неустановленном месте. Мы в течение года очень достаточно пристально обращали на это внимание. И поверьте мне, у нас в каждой школе по итогам 2018 года побывал сотрудник госавтоинспекции именно по вопросам профилактики. И поверьте мне, детям вопросы безопасности дорожного движения очень интересные. Они знают, как нужно переходить дорогу. Они знают основные правила. Там красный сигнал светофора и так далее. И когда смотришь на это, становится приятно. Еще раз говорю, что обучение детей начинается дома. В новосибирских маршрутках будут устанавливать тахографы. Специальные приборы для учета режима труда и отдыха водителя внедрят уже 1 июля. Гаджеты фиксируют реальные данные о маршруте и скорости, с которой передвигается транспорт. Добавлю, тахографы появятся не только в маршрутках, но и в троллейбусах, трамваях и автобусах. Практика показывает наличие таких устройств в салонах, дисциплинирует водителей и сокращает количество нарушений дорожных правил. На трассе в сторону Челябинска ввели ограничения на проезд транспорта. Оно действует только для транзитных машин. На участке у международного пункта пропуска Петухова, расположенного на территории Курганской области, дежурят экипажи инспекторов. Для дальнобойщиков оборудовали временные стоянки. Запрет снимут при благоприятных погодных условиях. Но добавлю, водителей фур, которые едут в какой-то конкретный населенный пункт, расположенный вдоль трассы, задерживать не будут. Важно подготовить путевой лист, но он и будет своеобразным пропуском. 882 автомобиля Крайслера отзывают из-за технической неисправности. Эксперты выявили дефекты в рулевом управлении и тормозной системе машин, которые были реализованы с 2013 до 2017 годов. Примерно 30% от указанного количества иномарк находятся в России. Все дефекты устранят абсолютно бесплатно, но владельцам таких машин следует заглянуть на сайт Росстандарта. Там уже опубликованы ВИН-коды транспортных средств, которые подлежат внеплановому отзыву. Водителя Бердской маршрутки могут оштрафовать за самовольное изменение графика движения транспорта. Перевозчик решил не рисковать машинами в мороз, поэтому вывел на линию не 4 «Газели», а 3. Людям пришлось замерзать на остановках, ведь увеличилось и время ожидания транспорта. 19-е маршрутки ходили с интервалом в 20-25 минут, задерживаясь на каждой площадке, чтобы набрать побольше пассажиров. Мэр Бердска Евгений Шестернин сказал, цитирую, «Если инцидент повторится, индивидуального предпринимателя могут привлечь к суду за неисполнение договора по оказанию перевозок. Кроме того, контракт с компанией будет расторгнут». В продолжении программы рубрика «Две беды». В ней кадры столкновений, которые сделали либо очевидцы аварии, либо их участники. Все эти ролики находятся в свободном доступе в интернете. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 В ГИБДД предложили пересадить инспекторов на машины с более мощными двигателями. Речь идет о спорткарах и пикапах. Быстрые автомобили необходимы для борьбы с уличными гонщиками на магистралях. А пикапы пригодятся в городских условиях. Они выше обычных седанов, салоны просторнее. Там можно установить дополнительное оборудование, а к кузову прикрепить лебедки, чтобы оказывать помощь водителям. Житель Сузона провел необычный эксперимент. Мужчина попытался завести раритетный автомобиль при низкой температуре и записал все происходящее на видео. Испытуемым стал он автомобиль ГАЗ М50 Победа, которая старше своего владельца. Возраст транспортного средства 65 лет. В морозы и современные иномарки бывает трудно отогреть, а тут раритет. Температура воздуха на момент записи видео была 39 градусов. Однако у мужчины получилось завести двигатель и даже проехать на Победе по нескольким улицам. Угнать за 60 секунд житель Кузбасса попал в аварию, а затем попытался скрыться. Причем на патрульном автомобиле. Инцидент произошел в городе Белове. Автомобилист спровоцировал ДТП с многотонником. На место столкновения прибыли инспекторы ДПС. И пока они беседовали с дальнобойщиком, инициатор аварии ждал в патрульном авто. Спустя пару минут мужчина пересел на водительское сидение и попытался уехать. Один из полицейских попал под колеса машины. Спустя несколько минут инспекторы все-таки задержали угонщика. И теперь ему грозит тюремное заключение. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, адрес которой указан внизу экрана. С вами работала Анастасия Бойко. До встречи в ДПСНО УТС. И помните, что дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Анастасия Бойко.